Друзья, всем привет! Доброе утро! Сегодня я к вам выхожу, чтобы показать вам средства, которые мы вчера с дочкой пошли и наконец-то приобрели на тот сертификат, что подарила нам мама на 8 марта. Сейчас вам покажу. Мы вчера наконец-то выбрались в магазин. Вот так он называется. Индустрия красоты. Это очень дорогой магазин. Там вся продукция очень дорого стоит, потому что она вроде бы как итальянская, из Италии. Но я, конечно, не знаю. Я с этим магазином впервые сталкиваюсь, поэтому не знаю, так ли это, не так ли. И это, я думаю, мы поймем, когда уже будем применять те средства, которые мы взяли вчера. Здесь у меня лежат пробнички. Это то, что нам уже, ну как бы мы выбрали основные продукты, а это нам уже дали на, ну как бы на те средства, которые у нас там остались. У меня сертификат был на 1000 рублей. Так, и сейчас покажу вам пробники. Это шампунь и маска для волос. Шампунь для глубокого восстановления волос после химического стресса. Вот так вот. Вот такой вот шампунь и также маска. Это пробнички. Попробуем, что это такое. Не знаю, понравится нам или не понравится. Ну, я думаю, что это хорошая должна быть косметика и уходовые средства. Это маска для лица. Тут написано, что она сделана в Италии. Не знаю, насколько это правда. Тут наклеена такая бумажечка поверх. Так, давайте посмотрим состав. Тут что тут? Вот так мелко написано. Так. В общем, не это, не вижу воздействия света, номер партии. Тут даже и нет состава. А, нет, вот состав. Так. Смотри на упаковке главное. На упаковке все написано по-нерусски. Тут ничего не рассмотреть на упаковке. Короче, вот такая маска для лица нам дали там. Ну, это пакетик, в котором все было. Теперь основное покажу. Сначала покажу тоник. Вернее, даже не тоник, а тонер. Видите, написано тонер, балансирующий с салициловой кислотой для лица. В составе тут салициловая кислота и разные травки. Шалфей, подорожник, потом, значит, тут еще розмарин, череда, чистотел, ромашка. Такой вот тоник. Но это для проблемной кожи. Так как у дочки у меня проблемная кожа, у нее там, как бы, жирная. Но она у нее комбинированная. Но сейчас подростковый возраст, и у нее там проблемы. И нам посоветовали вот такой тонер взять. Он стоил, сколько же он стоил? Что-то около 500 рублей. Очень дорого у них там все. Прям очень дорого. Не знаю, мы такой косметикой не пользуемся. Если бы не мама, то мы бы ее и не взяли. Аравия. Вот тут прям написано. Крышечка. Сейчас открою, если у меня получится. Ага, получилось одной рукой. Ну и здесь такой вот дозатор, или как сказать, нажимаешь, пользуешься. Попробует она для своей кожи, для лица. Хороший, ну должен быть хороший. За такую цену вообще ничем не пахнет. Ничем. Даже травками не пахнет. И еще мы взяли вот такой шампунь. Литровый, большой шампунь для частого использования. Дели. Не знаю, хорошая это фирма или нет. Может кто-то пользуется таким. Мы таким не пользовались. Последнее время я покупала в основном Фаберлик. Продукцию и шампуни мы там используем. И много чего, каких средств. Шампунь тоже написано, что сделано в Италии. И импортер Москва, но производство Италия. И тут в составе... Сейчас состав найду. Где-то я видела тут по-русски есть состав. Для ежедневного ухода всех типов волос. Так, экстракт апельсина стимулирует регенерацию клеток кожи головы. Регулирует работу сальных желез. А также является источником витаминов. Макроэлементов. Ну, в общем, все такое. Апельсин. Тут вот, видите как. Но он тоже, он вообще апельсином никаким не пахнет. Он пахнет какой-то конфеткой. И ванилином. Видите, крышка откручивается. Вот это мне не очень нравится. Неудобно. Откручивать надо, потом закручивать. Да, вот ванилин, кокос и какая-то жвачка. Вот что-то такое. Запах напоминает. Ну, не знаю. Посмотрим. Тоже попробуем. Что же за шампунь. Такой огромный бутыль. Бутыль. Она нам тоже его посоветовала. Тоже что-то от 400 с чем-то рублей стоит. Дорого. Дорого там все. Ой, крышка. Кто не могла открыться, теперь открывается. Так вот. Вот взяли тоник, шампунь и вот эти масочки. Вот это все 1000 рублей нам вышло. Будем пробовать. Будем пользоваться. Посмотрим, что такое это. Что за косметика, что за продукция. Если что, потом мы пообещали туда вернуться. Но не знаю, вернемся ли или нет. Посмотрим. Так что, друзья, вот. Показала вам. Еще хочу показать. Сыну вчера друг привез с Питера конфету. Посмотрите, какая интересная. Тут леденец. А здесь как бы город Питер в конфете. Написано, Санкт-Петербург в леденце. Вот интересно, вот этот город. Мы все спорили. Я говорю, ты пока не открывай, я покажу. Потом откроешь на такой палочке. Вот интересно, вот этот город, сам вот эта вот часть, она съедобная или нет? Как вы думаете, друзья? Вот видите, оно там леденец, а потом идет, ну, как склеено или что. Видно, наверное, вам, да? И там вот картиночка такая. Или, может, это магнитик какой-нибудь, или липучка куда-то потом клеить. Так интересно. Я таких не видела у нас. У нас, наверное, таких не продают. Это они были в Питере и привезли ему в подарок. Там еще был магнитик. Ну, не буду показывать. И календарь. Но вот этот леденец мне прям понравился. У нас до такого еще не дошли. У нас вот, например, в Таганроге я таких не видела. Не делают. Еще не... Нам прогресс не дошел в город. Так что, друзья, вот. Вот такое получилось у меня видео. Хотела вам показать. Дочка просила уже пользоваться. Говорю, подожди, давай покажем потом. Так что будем пробовать такую продукцию. Индустрия красоты. Впервые у нас она. На тестировании, так сказать. Ну, все, друзья. Всем хорошего дня. Хорошего настроения. Спасибо, что смотрите мои видео. И подписываетесь на меня. Всем благодарна. И всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok